Ну что ж, друзья, всем доброе утро, добрый день, добрый вечер, смотря кто в какое время суток меня смотрит. И мой ремонт продолжается, точнее сказать, его финальная стадия. И сейчас я вам покажу, что за это время, за эту неделю у меня изменилось и какой прогресс произошел по ремонту. Что произошло из глобального, это то, что у меня во всей кухне уже появились обои. Они еще не крашены, но обои уже поклеены. То есть они поклеены на вот этой вот стенке, поклеены вот здесь. Вот здесь, короче, вся кухня у меня уже в обоях. Также, посмотрите, у меня появилась офигеннейшая рабочая стенка, фартук для кухни. Здесь еще нужно будет губкой затирать и вот это типа просто черный налет от затирки. То есть плитку я вам показывал такого цвета, она такая коричневенькая под ламинат. И смотрите, мы перенесли стиральную машинку, пока и тумбочку временно в кухню. Все потому, что сейчас производятся в ванне грунтовочные работы. Вот с Ваней можете... Ваней в ванне. Да. Производятся грунтовочные работы, кстати, вот этой вот кварцевой краской, которую мы тогда обломалось ветрой, она вся вывернулась. Но, как видите, ничего с ней не произошло. Все в полном порядке. Сейчас грунтуется пол для того, чтобы положить туда плитку и уже ванна будет заканчиваться. Ваня, расскажи, почему для пола нужна именно эта грунтовка? Почему нельзя ее погрунтовать тем же, что и стены? В чем вообще различие? Можно, можно, но она создает более лучшую адгезию с основным слоем. Ага. С основой. Потому что вот эту штуку мы реально покупали отдельно и она вообще выглядит по-другому. Смотрите, это как йогурт такой. Так он и запах такой. Да, и он розовый, да. Розовая грунтовка и пахнет так, а у других по-другому пахнет. Ну, это какой-то не наш вообще производитель, это что-то финское, наверное. Кстати, из-за того, что происходят грунтовочные работы, в скором времени, двое суток, мне придется обходиться без туалета. То есть я вспомню, как это было в самый первый день, когда я сюда заехал, мне придется опорожняться в... Как вам? Да, придется опорожняться в бутылку, а в туалет ходить по-большому гадить. Либо в столовке, либо буду ходить к товарищу, который здесь живет недалеко. Вот какие-то такие у меня мысли. И сегодня мы еще, кстати, доклеим обои. Вот, все обои в кухне доклеены, кроме вот этого вот места. Вот здесь вот Ваня доклеит обои и на вот этом вот месте я вам наглядно покажу, как это все происходит. А более подробную информацию по поклейке обоев, все нюансы, все технические методы вы можете посмотреть на канале у Вани. Ссылочку я оставлю в описании. Друзья, посмотрите, какой у меня теперь гламурный розовый пол. Все, ванна закончена, Кирилл. Все, оставляем так, да? Да, по-любому. Можно деньги уже идти брать? Нет, нет, не можно, а нужно. Все, короче, расчет, я переодеваюсь в мои руки. Ремонт закончен. Толчок этот отставим теперь, а тут отдраешь его, ну и норм будет. Понял, понял. Ну, а пол в ламурнике что-то. Как я обещал, вам покажу немножечко процесс поклейки обоев, а более подробно вы уже, Ваня, на канале это все увидите. Так, как я понимаю, система тут нехитрая, что нужно, промазать все тщательно клеем, правильно? Мазуем по контуру сначала в труднодоступных местах кисточкой, а потом остальная плескость уже валит. Кстати, вот эта вот часть, понятное дело, она вся будет заставлена кухонной мебелью, поэтому мы тут особо не морочимся. Просто наклеили обои, ну покрасим их, чтобы была там за мебелью не голая стенка, потому что как-то совсем халтурить и просто голые стены оставлять, но это жестко. Просто стенку покрасить? Не, ну у нас-то есть обои, поэтому... Обои есть, поэтому почему бы и... Как я понимаю, поклейка обоев требует особых специальных навыков, потому что просто вот так вот на облом качественные обои, скорее всего, вы не поклеите, они просто у вас либо отвалятся, либо будет видно швы, стыки. Вот, здесь, кстати, есть некоторые места, в которых почему-то получилось видно швы, но это все будет убираться и... Из-за херового освещения. Ну да, сейчас, кстати, пасмурные дни и освещение в квартире вообще очень... ну типа солнца нету и фигово видно. Здесь вот эта лампочка тоже не особо прям ярко дает, поэтому... Вот, но мы будем показывать, как вот это все, как эти огрики убирать, Ваня все это покажет. Так, ну а теперь, что у нас здесь? Ну вот, клею промазывал стенку, теперь клею фолз. Ну, короче, тут... Ну, опять же, так как у нас этих обоев впритык, а здесь нам просто нужно заклеить обоями, то, блядь, можно и газету было сюда подклеить. Вот, так у нас, смотрите, у нас получилось просто... Водила этих на коридор. Просто разные обои, гляньте, получились, но это вообще не критично на самом деле. Которую можно было газету подклеить, комсомольская правда. Короче, что, просто типа на стенку и придавить как следует, правильно? Ну как придавить, приклеить их. Понятно, а что делать с вот этими вот гармошкой, которая образовывается? Еще раз клашивать. Руками или есть какой-то специальный прибор для этого? Можно ногами. Ну, мне удобнее руками. Ну как, валик я использую для того, чтобы раскатать, убрать, разогнать клей по плоскости, чтобы везде все одинаково было. Ага. Тут что-то я криво обрезал опорами, походу. Все, так и буду такое, прям на плитку, да? Ну да. Можно еще сюда и больше. Все так и рассчитано, правильно? Конечно. Смотрите, последние обои вообще в кухне и они даются с трудом. Да я не люблю, блядь, когда они за мной наблюдают. Стоят над душой. Все, текает сюда. Да я шучу. Тогда просто я сразу не посмотрел, а ну там щель большая, поэтому пришлось открыть. Угу. Так, но потом ты должен обязательно будешь показать, как убираются вот эти вот все дефекты. Потому что я наблюдал, что бывает такое, что немножко обои бывают отклеиваются. Либо появляются вот эти швы. Ну вот, например, отклеилось. Я ее смажу. Не, я помню, ты там что-то лезвием подрезал. Да, ну это я покажу, у меня на канале будет. Полное видео с собой от устранения дефектов, брака и т.д. Ага, а когда ты будешь устранять вот здесь шов, да, который наш? Да, я уже просто забил и не буду читать. Так я-то не забил, мне надо, чтобы было все устранено в обязательном порядке. Пока помнишь, ты через недельку забудешься. Да, да, особенно когда красить ночную эту стену. Нет, тот дефект... А устраню, я закончу этот, сделаю работы, которые требуют после них ожидания. Это какие такие работы? Это плитка, например? Ну, например, это погрунтовка. Вот плитка тоже, что-то нам нужно давать, чтобы она просохла. Соответственно, после этого... Будет время. Так что, надо будет кое-где в наркосах. Поэтому вот в этих... После таких вот работ мелких, нужно давать им просохнуть. Соответственно, у меня будут пробелы по времени для того, чтобы закрыть все вот эти вот мелкие недоделки. Ага. Так, ну а тем временем, ребята... Грунтовка в ванне практически высохла. Остались кое-какие пятна. И скоро, я так понимаю, наверное, сегодня же будет уже часть плитки положена в ванную. Поэтому... Да, поэтому сейчас доклеится обои. Но, кстати, тут еще по обоям, как вы понимаете, еще подрезки всякие. Типа вот этого вот лишнего. Но это, я так понимаю, будет происходить после того, как я это все покрашу, наверное. Правильно? Типа, ну я покрашу, а потом вот это срезается? Нет, ты что? До... А, то есть ты срезаешь, а потом я крашу, да? Ну я понял. Я все никак не могу собраться, лепить багеты. Вот, потому что я то просыпаюсь поздно, ну как относительно, то у меня нет настроения, то еще что-то. Но завтра по-любому надо начать это делать, потому что я так понимаю, что это дело не 30 минут и не 40. Так иначе я буду штрафовать. Да, да, а то на меня уже тут штрафные санкции будут возлагать. Я так понимаю, это не 30, не 40 минут дело, и чтобы клеить полностью всю комнату, надо реально постараться. Вот, поэтому завтра с самого утра по-любому надо это все сделать. А чтобы ты завтра пришел, не в полдвенадцатого, а к девяти хотя бы, чтобы я начал делать багеты, а ты продолжил. Я сегодня пораньше беру спать и останусь. Да, мы такое уже друг другу обещаем, уже энную неделю. Я еще не перестроился, пока не получается, но я над этим плотно работаю. Плитка в ванной уже на полу практически положена, и только что мы делали отбивку для того, чтобы Ваня мог соорудить короб. Давай. Что, еще раз делаем? Ну да, конечно, там уже не видно нихуя. А кто в этом виноват? Ты. Мне кажется, что... Ты перепутал алкогольную синьку с вот этой синькой, я решил ее захереть. А что ты тут вообще сделал? Нафига ты рассыпал? Написил, да все так надо. Да? Сейчас так модно. Да не ложи ты на саму метку, блядь, положи под угол туда. Ну ты же не видишь, съехало оно или не съехало. А что оно должно съехать? Что оно должно съехать? Так оно не должно съезжать. Ну так, значит, если... Но если вдруг, то ты этого не увидишь. Вдруг не бывает. Давай. Все. О, теперь четко видно. Да, но оно чуть-чуть подсъехало. Да, так, так. Вот это я учту. И все. И все. Видишь, ты гуляешь, ты не смотришь, не наблюдаешь за процессом. Ты там полмиллиметра. Прокодил, блядь. Вот так вот выглядит пока что плитка на полу. И самое печальное в этом всем, что скоро у меня не будет доступа к унитазу. Придется сразу карман. Завтра придется гадить, не знаю где. Вспомним первое видео, когда я только зашел в эту квартиру и вообще ничего не было. И приходилось гадить в лавине. Плиточка уже лежит на полу. Она, кстати, светлее из-за того, что здесь все затерто уже. Так оно, это одинаковая одна и та же плитка. То есть полностью мраморная комната у меня будет. Короб уже доделывается. И осталось совсем чуть-чуть. То есть доложить здесь. И в принципе ванна уже готова. А тем временем, пока там будет Ваня делать короб, я наконец-то приступлю к поклейке багетов. Я даже специально для этого купил себе вот такой вот аппарат. Называется он Стуслов. Я начитался, как вообще все это происходит. И сейчас Ваня еще проведет мне инструкцию. И буду пробовать делать это уже на практике. В общем, я вместе с Ваней коллективно мы начали клеить багеты. Потому что оказалось это не таким уж простым делом, как я себе это представлял. Более того, даже Ваня клеил багеты в последний раз давненько. И пришлось поднапрячь мозги, чтобы вспомнить, как оно. Коллективно как-то мы в общем справились. Поклеили раз, поклеили два. В принципе, всю методику работы я понял. Но есть проблемы с тем, что вот здесь вот нестандартный угол. И сейчас мы посмотрим, что Ваня скажет, как решать этот вопрос. Потому что на стусли, на вот этом специальном станке для подреза багетов, там не получится. Угольник, да, поможет? И что, и какой принцип здесь? Что надо делать? И твои еще руки помогут. Так что, лезть надо наверх? Да, залезть, подержи багет. Опа. Туда. Ой, как там? У нас в принципе вырисовывается. Отметился, да? Да. Одному не так легко это вообще делать. Мне кажется, это больше для двоих работа. Но сейчас я вам покажу все, чем я научился. Как наносить клей, как это все резать. И надеюсь, что сегодня я закончу комнату. Хотя вероятность... Ну, наверное, да, комнату я точно обклею. А в кухню перейдем уже завтра. Так, в общем, друзья. Сейчас нужно будет нанести клей на багет для того, чтобы приклеить его к стенке. И смотрите. Тут вот есть вот такие вот пометочки. И клей нужно наносить на вот эту вот самую верхнюю. Для этого мы используем пистолет. Тот же пистолет, которым я задувал ванную. В принципе, тут ничего сложного. Вот таким вот макаром мы пошли по борозде. Оно вообще офигенно идет. Так. Приклеили мы еще одну планку. И, как видите, остались следы клея. Сейчас мы будем их убирать с помощью губки. Клей, конечно, этот через сутки, как написано, должен превратиться в прозрачный. Типа не должно быть его видно. Но мы не будем искушать судьбу. И просто все это дело затрем. Здесь нужно немножко подержать, потому что не до конца. Она чуть-чуть подостает. Для того, чтобы сделать подрезку, у нас, я же купил специально вот такой вот станок. Вот он. Здесь разные углы, разные направления. Нам нужно сейчас просто ровно 90 градусов сделать. Для этого вот так вот вставляем его. И канцелярский нож в паз засовываем. И дальше по этой разметочке просто дорезаем. Получается ровненький уголочек. И дальше этот багет лепим. Все по той же схеме. Проклеиваем его хорошенько. Проклеиваем его хорошенько. Я думаю, что на сегодня с багетами я заканчиваю. Так как видимость уже совсем отвратительная. И лучше завтра по утру продолжить обклеивать. Тут, в принципе, осталось подрезать под вот этот вот угол. Вот, кстати, вот это вот огромное пятно. Но здесь были складки и Ваня их исправлял. Как он это все сделал, можете также посмотреть у него на канале. Как исправлять, если есть какие-то огрехи после поклейки обоев. Вот, то есть, в принципе, мы проклеили, сделали раз подрезку, два подрезку. Вот здесь вот этот вот угол доклеили. И дальше еще один сложный угол, потом внешний угол. И тут, в принципе, все просто. Там уже мы клеить это все не будем, потому что все будет закрыто шкафом. И здесь просто по прямой, по 90 их пофигачить. Как-то так. Поэтому до скорых встреч через пару дней. Вот, увидите прогресс по Ване, когда она уже будет закончена. И дальше уже я доклею все бакеты и перейду к покраске. Буду красить я как бакеты, так и стены. Поэтому работы еще хватает. Так что остаемся на связи. И до скорых встреч. Пока-пока.